здравствуйте мы продолжаем разговоры на нашей политической кухне и вы напоминаю что если вы смотрите нас значит вы смотрите или сайт слухи и факты или смотрит видите нас в кабельных сетях компании интерком тел сегодня я алексей машкевич редактор журнала 1000 экземпляров сижу на кухне ноль-то с павлом поповым председателем совета регионального отделения сложное название справедливая россия депутатом областной думы директором ооо ткацкая фабрика руководитель фракции справедливость областной думы здравствуйте павел добрый день ну все-таки вы не только политик вы бизнесмен поэтому первый вопрос про деньги в декларации за 2011 год вы показали доход в 468 тысяч 60 5 рублей 33 копейки в двенадцатом году он вырос ваш доход до 1 миллиона шестьсот сорока восьми тысяч сто трех рублей 95 копеек вы можете нам рассказать какое из ваших бизнес направлений позволил вам за год в четверо увеличить ваше благосостояние не четверо вдвое народ это было 500 стало миллион там 200 миллионов часов а в три с половиной ну да да ну я понимаю вы не считаете нет я еще считаю все очень-очень считаю свои деньги я могу сказать не направление а просто цикличность бизнесе она позволяет не в год получает доходы с года период времени да то есть накопление накопления то есть я сейчас могу сказать рывок никакой не сделал на бороше свет мне вложение денег как в один из бизнесов крупных который сейчас это же личные доходы они не имеют ни шоу а как она бизнеса имеет отношение прямо нет но уж если серьезно так спросить вам законодателю депутату не стыдно показывать доход годовой который меньше стоимости там в два раза машины на которой вы ездите и намного меньше чем те налоги которые платят бизнесмены согласен с вами очень стыдно дело в том что на той машине которая езжу до сих пор сайте не выплатив за нее деньги я взял ее самом деле я могу это документы есть разберегательные банки у михаила саныча гусева можете запрос сделать как у человека авалирована афилирована так скажем и к вашей передаче да то есть он вам может сказать что действительно я выплачиваю сегодня до сих пор у меня последний пятый год четыре года езжу на одной машине могу сказать у нас очень много депутатов которых каждый год меняет машины а я все-таки 4 займемся этим вот и плачу до сих пор сегодняшний день я 28 тысяч рублей плачу ежемесячно по загрешению кредита своего по этой машине поэтому машины через пор моя не она не моя еще она банковская ну все-таки вопрос шире вам депутатам не стыдно показывать заниженные доходы ко все видят что же заниженный завышенный заниженный заниженный но ясно что вы не получаете полтора миллиона что доход вас выше не однозначно могу сказать и получаю именно те день которые я сегодня показывают сто процентов потому что жизнь моя сегодня это на виду я сегодня публичный человек и мне нечего скрывать и обманывать потому что ну так или иначе знать об этом будут кто-то дальше будет слухи и поэтому на сегодняшний день говорить о том что там я не стыдно прошли чуть приворовываю там нет я привору на бизнес минимизируем на мой бизнесом занимаюсь бизнес занимаюсь больше двадцати лет опыт есть очень много было нападок еще тогда налогов полицейских государства было до были времена когда там его были заведены административно уголовно ни одной из них этих дел не дошло до суда ни одной замечу да вот я один из ну наверное тех людей которые прожил с самого начала становления бизнеса ивановской игры пророссийского я не достиг больших успехов и абрамович остался жив ну да вот это очень важно хорошо давайте дальше говорят что ваши структуры ваши коммерческие структуры контролируют практически все свалки региона и областные власти закрывали на это глаза когда вы начали вот свой поход на свалки под ваше обещание что сергей миронов тогдашний спикер совета федераций привлечет в нашу область какие-то несметные субсидии на утилизацию сергей миронов не председатель совета федерации субсидии область не дождалась не свет не с этим ли связаны упорные слухи которые идут из властных кабинетов что справедливая россия больше одного места не получит на сентябрьских выборах вообще поразительно мне то что настолько надо сплести вот это все такую береберду да сергей михалыч миронов если вы помните был руководителем председателем верхней палаты да никаким субсидиям никаким деньгам как вы знаете палаты что нижние что верхние отношения имеет не имеет это первое вообще первое второе значит все свалки к их у нас 44 в области вот если структуры мои сегодня и построили две свалки как вы называете а называется они настоящий полигон а их у нас всего четыре полигона в области из них которые 2 2 полигона это шуйский полигон построили мы совершенно законных основаниях договор концессии это совершенно публично мы выиграли но это полет вы выиграли то нет я сейчас секундочку дайдущих выиграли мы выиграли тендер выиграли тендер нас время договоре к концессии что касается кенешемский построили в наволоках полигон стоимость 60 миллионов рублей а что касается тополя не отжали а купили купили у собственника это совершенно официальные документы никаких у нас не было если были споры я позволяю сказать себе напомнить вам были споры у ястребова и ивановского района я к этому отношения имел вы просто-напросто представили свои услуги купили у нее законным официальным образом и сегодня управляем эффективно и что хочу добавить что последние лет 20 никто полигоны в области не строил хорошо развеяли слухи и так справедливой россии в сентябре достанется одно место ваш комментарий я помню на городских выборах то есть муниципальных угол вся там году нам и это место даже в городской думе никто не обещал даже смеялись в последний день день тишины в святой день смеялись некоторые лица официальные не буду не хочу пальцем показывать знакомые очень дружеские отношения у нас не да ну просто должно быть мне кажется стыдно так вот заявление такие делать да политика это дело неблагодарное нельзя заявлять вот прогнозировать может только предполагать поэтому одно место я могу посмеяться в лицо этому человеку мы рассчитываем как минимум на пять мест отлично официально заявить вы в городе известны как очень жесткий бизнесмен который очень жестко так ведет дела в политике вам это помогает а жестко в чем ну все средства хороши не такого никогда не так в политике и в политике выбил это мнение нет нет во первых никто игр это белой пушистости во вторых у я могу с полной уверенность как у меня нет сегодня врагов не я не про врагов не обязательно же вести жестко и меня нет у меня нет сегодня жесткости никакой потому что у нас достаточно обособленный бизнес дать ну что такое дебенев центр счета на какой-то на ясно ни с кем не смогу а до терминова цели дико от камела там еще что очень давно было и поэтому тоже никто не отношение к этому не имел а что касается политики жесткости тоже здесь не должна быть жесткости от гибкость я скажу это синоним политики гибкость умение лавировать умение находить компромиссов вот я считаю себя человеком который умеет хоть компромиссы вот я в моем мнении как я себе подсказала но вот когда справедливая россия на ивановской земле появилась не вы были ее лидером почему именно вы решили взять на себя эту тяжелую ношу ну если вы помните первым лидером справедливой россии было царство небесное антонина козлова корзин корзина поэтому говорить о том что вот она ушла и она болела до этого и тяжело и поэтому общем-то флаг она мне передала передала на мне его осознанно и поэтому она горит я уже мне тяжело поэтому если она вас возьмем скажем да она мне она как своего преемника мы об этом говорили и долго подходили изначально когда-то я ее поддержал потому что когда были споры перехода от одного другого и так объединяли да и не спросили я ее порекомендовал лично тогда я помню и мельников приезжал в партию родина на базе которому ну вот к вопросу об объединения ведь до справедливой россии вы очень долго подкармливали финансировали родину ивановскую а не жалко вам сейчас что вот такой яркий проект и не у вас ну во первых я не хочу называть проектом партии да мне кажется это не совсем ну те слова которые ну так принято меня и не считает а правильно мое мнение следующее значит что касается на сегодняшний день все-таки как партия родина для меня это базовая которую мы тогда избирались тогда я от нее выходил был первым я путаю раз я это мой кстати первая партийная проба я нигде пальцев больше никогда не состоял то есть я нигде был не коммунистической парни где только вот родина моя была я к этому как женщина 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 для меня это такое-то отношение поэтому мое мнение что поэтому по поводу то что сегодняшний день клон возник я считаю это клон это не партия мне жалко то что люди пытаются сегодня разыграть эту карту который на сегодняшний день ну просто это уже спекуляция натуральная политическая спекуляция ясно на сентябрьских выборах я так понимаю что справедливая россия пойдет с основным лозунгом возвращение прямых выборах не выбор муниципалитет ну или будет один из основных нет вопрос почему вы не наряду с этим не призываете отказаться от партийных списков потому что ни один справедливо рост не в ивановскую городскую думу не в областную не прошел самостоятельно или есть другая причина партийные списка у нас прошли я не виду по 1 1 1 округа ну во-первых я считаю что система сегодняшний день вот я у я не вижу в ней целесообразность сейчас вот сделаю по партийным округам ну что все таки регионы это некий политический такой симбиоз да и поэтому здесь я считаю что должна партия разделять полностью свою ответственность взявшись за за регион а тот одномандат который пришел там за улицу нежданного отвечать условно говоря да вот так я примеру говорю то есть ну как потом с него спросить там чего он завод для улицы сделать будучи депутатом загс собрания которые юрисдикции распространяется на целый регион вот городом будучи там надо сделать однозначно чтобы были себя одномандатники в мое мнение такое в городе в области должны всем партийным списком быть все вообще однозначно одномандатик я считаю это неправильная позиция вот мое мнение поэтому сейчас вот это опять искание пробы это вот не это как бы скажу мое я считаю что это не совсем это и правильно и верно вы сами подумайте да мы решаем вопросы региона а уходим в округ вот ну избирает люди на земле не 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 нет у нас закон распространяется на юрисдикцию региона вот если мы говорим о федеральном собрании вот там другой момент там ты защищаешь закон защищаешь регион свой вот там несколько регионов или регион там можно влиять и можно оттаскивать на себя какой-то там допустим компромисс условно гряда а ну я считаю в областном нет здесь должны быть поспешить я понял вашу позицию а вот тогда такой вопрос хотел задать на родную партию справедливую россию которая не пустила вас в государственную думу и сначала там тихонова выставила на выборах потом озерова у вас нету обиды сейчас честно могу сказать конечно я не так не обидчивый человек но какой-то внутренней есть недопонимание вот это однозначно то есть не могу ничего врать здесь сказать что я уже говорил политические заявления дело что это так и должно быть с одной стороны тогда и должно быть да и мои допустим пожелания с другими не совмещаться не должны там в политической да ну есть некая такая вот я разговаривал потом мы с левичем встречался с мироном по этому поводу мы разговаривали где-то я сам не настойчиво себя защищал и так скажем про когда во время там подготовки конференции и съезду где-то я сам не доработал в этом плане где-то я понадеялся на все-таки на свой авторитет партии думал что мне там пригласят и скажешь надо готовы обошли я обсчитался честно могу сказать я обсчитался и поэтому ничего там страшного нет во всяком случае я думаю что я не заканчиваю карьеру еще мне все впереди поэтому обида это не для политиков это не для тех людей кто занимается общественной деятельностью обижаться можно на барышню там на товарища спасибо надо делать выводы спасибо павел вениаминович это все напоминаю что у нас был не запомнил не запомнил я председатель совета регионального отделения политической партии справедливая россия очень небогатый депутат ивановской областной думы павел попов я с вами прощаюсь до свидания а павел сейчас что-нибудь вам может быть еще скажет дорогие зрители в программе пост скриптом то что не успел или то что я не успел спросить до свидания до свидания кухни ноль ты настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в ноль ты кюхин улица октябрьская 12 вы знаете как я бы хотел отметить что у нас на сегодняшний день те четыре темы которые мы будем поднимать на свои избирательные кампании да они для нас очень важны и первая тема о выборах избрания мэра все-таки они назначения вот это вот очень важно нас мы почему с нее шагнули 60 процентов населения об этом теме ставит ее очень важной она идет второй по категории 1 к это же жкх жкх мы вернемся позже а вот тема в избрании мэров это то что сны считают на сегодняшний день мы должны сами себе строить свой город сами вы должны себе отложить свою жизнь они с помощью кто-то назначает ведь я не зря везде говорю почему мы президента своей страны выбираемся народным голосованием губернатора все-таки добились мы выбираем свободным а у себя дома порядок навести мы должны принимать что нас тут и спустит сверху я не по пусть они сегодня все профессиональные удачные но на сегодняшний день мы должны сами избирать своего и должны спросить должен быть институт отзыва мэра но должно быть назначение мэра тогда он в полной мере будет понимать кто его выбрал никто его назначил сегодня он к своим начальникам хозяином он к ним больше испытывает уважение и трепет чем нежели к из бы к народу где он живет и политику которую он проводит в жизни вот это очень важное мы должны свою жизнь и сами для себя строить и не ждать подачи как чего-то поэтому одна из этих тем я считаю да мы еще начали свою избирательную кампанию это как раз с избранием мэров причем всех городов и всех на муниципальных объединений это не касается там одного какого-то города столичного или двух-трех городов то есть мы считаем особенно муниципальных объединениях должно быть обязательно выборы мэра петерблаты мы